Всех приветствую на своем канале, а также на шестой части создания оконного приложения на Windows. В этой части мы будем работать с файлами, научимся делать экспорт и импорт текста. В прошлой части мы научились задавать и получать тексты из виджетов. Теперь мы рассмотрим, как сохранить информацию, записав ее файл. Для начала создадим меню для сохранения и загрузки. Теперь для событий onFileSave и onFileLoad создадим функции. Начнем с функции сохранения SaveData. Параметром мы сделаем путь к файлу. Далее нам нужно создать файл. Воспользуемся функцией CreateFileUp, так как путь состоит из однобайтных символов. Созданный файл запишем в переменную типа Handling. Первым параметром является путь. Вторым – тип доступа. Так как мы введем только запись, то типом будет generic write. Третий и четвертый параметры не используем, оставим null. Пятым параметром указываем, как открыть файл. В нашем случае CreateAlways, так как если файла нет, его нужно создать. А если есть – перезаписать. Шестым параметром укажем атрибуты normal. Седьмой параметр не используем, поэтому null. В описании будет ссылка на документацию к этой функции. Теперь нам нужно выделить буфер для записи. Для начала узнаем, какой длины строку мы будем записывать. Сделаем это с помощью функции getWindowTextLearns. В параметре укажем окно, из которого будем считывать текст. Выделим буфер символов. Теперь заполним буфер с помощью функции getWindowText. Вместе с этим запишем количество считанных символов. Создадим переменную, в которой будет информация о том, сколько символов было записано в файл. Наконец запишем символы файл с помощью функции writeFile. Первым параметром идет сам файл, вторым буфер, третьим количество символов в буфере, четвертым задаем ссылку на число записанных символов в файл. Последний параметр не используем, поэтому оставим null. После считывания очень важно закрыть файл с помощью функции closeHandle. Также освободим память, выделенную нами на буфер, так как он нам больше не понадобится. Функция сохранения готова. Поставим ее в команду onSaveFile, а в качестве пути я укажу пусть к проекту. Имя файла output.txt Я сделал двойной обратный слэш, поскольку это еще не скомпилированный код. Если текст будет считываться с виджета или используется обычный слэш, тогда дублировать их не нужно. Также сделаем прототип функции, поскольку она задана после процедуры. Запустим приложение, напишем текст и нажмем сохранить. Как мы видим, создан файл с нашим текстом. В нем не хватает одного символа, поэтому увеличим размер буфера на единицу. Теперь все символы записываются файл. Напишем вторую функцию для чтения файла. Также сделаем прототип второй функции и укажем такой же путь. Файл создадим с помощью такой же функции createFileA, но поменяем пару параметров. Поскольку мы делаем только считывание, то тип будет genericRead. А файл открываем только, если он существует. Делаем считывание с помощью функции readFile. Первым параметром идет файл. Вторым параметром идет буфер. Укажем его из прошлой части, заодно увеличиваем размер, третьим длину буфера. Четвертым параметром зададим ссылку на количество считанных символов. Для нее мы создадим перемену. Последний параметр не используем, поэтому now. Зададим считанный текст в наш edit с помощью знакомой функции setWindowTextUp. После считывания не забудем закрыть файл с помощью функции closeHandle. На этом функция загрузки готова. Теперь попробуем загрузить уже сохраненный файл. Попробуем перезаписать файл и загрузить его. Как мы видим, все исправно работает. Разумеется, вручную искать путь к файлу непрактично. Поэтому в следующей части мы настроим окно проводника для выбора пути к файлу. Надеюсь, это видео было тебе полезным. Если остались вопросы, задавай их в комментариях. Если тебе понадобится это видео, подписывайся на канал.